Health and Beauty. Здоровье и красота. Так называется представительный форум, который проводит издательский дом Вестник Кипра. Он начнется в следующую субботу в отеле Аматус Бич в Лимассоле. Катя уверена, это будет интересно, ведь эксперты в области красоты и здорового образа жизни проведут лекции и мастер-классы. Традиционно эта тема считается женскими, но мужчинам я бы тоже настоятельно советовал заглянуть в отель Аматус. Организаторы обещают интересные новинки именно для сильного пола. Героиня нашей новой рубрики не хотела бы видеть в своей танцевальной студии в некосе мужчин, но пока к станку становятся в основном женщины и дети. Я хочу уточнить к танцевальному станку, Катя, конечно. Как уверяет Дарья Овчарова, это самая благодарная аудитория. Общаясь с хореографом и педагогом, автором целого ряда оригинальных методик, моя коллега Анастасия Таки провела целый день. Всем нам известны целительные свойства цветотерапии, ароматерапии, но мало кто из нас задумался о том, что искусство танца способно творить истинные чудеса. Сегодня в наших историях успеха Дарья Овчарова, талантливый балетмейстер, основатель и художественный руководитель школы-студии танца Эдельвейс из Никосии. Действительно, танцотерапия существует, но, наверное, мы как профессионалы уже не замечаем этого. Есть масса примеров из жизни, в том числе мой собственный, когда очень болезненную девочку родители привели на лечебную гимнастику. И спасибо этому преподавательному тренеру, который вовремя увидел задатки, помог раскрыться. Уже в дальнейшем недугу шел, и я нашла свою мечту. Занятие танцами уже само по себе, само выражение, но сцена дает свободу. Мы очень много выступаем с детьми. Для детей это всегда праздник, это радость, это хорошее настроение. Потому что мне нравится танцы. Я хочу танцевать целый день. Я хочу стать танцором. Спасибо. Артист всегда остается артистом. Поэтому я тоже никогда не останавливаюсь на достигнутом. В этом году я освоила новый для себя вид танца. Танца на полотнах. И я с большой радостью всегда продолжаю участвовать в концертах. Но творчество это не обязательно хобби. Это для кого-то это профессия и ремесло. Мои ученики это дети, начиная с двух с половиной лет. Девушки, парни, а также взрослые дамы. В этом году у меня собралась целая группа двух с половиной лет. Также в практике есть случаи, когда взрослые дамы приходят и, не имеючи возможности в детстве заниматься и найти себя в танце, они находят себя сейчас во взрослом возрасте уже. В танце действительно все возрасты покорны. Есть известная народная притча. Пришел как-то человек к мудрецу и сказал ему «О, мудрец, научи меня отличать истину лжи, красоту от безразличия. Научи меня, как быть здоровым и радоваться жизни». Подумал мудрец и научил человека танцевать. Залог успеха это, скорее всего, понимание преподавателя и учеников. Я всегда стараюсь в первую очередь быть другом для них. Очень важно найти подход к каждому ученику, потому что все на самом деле очень разные. Мы все друг у друга к чему-то учимся. Дети учатся у меня, а я учусь у детей. Я хочу обратиться к родителям, чтобы они всегда помнили, чтобы их дети пришли в этот мир не для того, чтобы осуществить их мечты, а чтобы осуществить свои мечты. Ведь у каждого ребенка своя мечта. И задача родителей, наверное, помочь развить мечту вашего ребенка, какая бы она ни была. Я радуюсь и горжусь своими детьми, их успехами. Я этим живу. Когда мы несем человеку добрую весть, мы говорим «танцуй». А это значит «радуйся, радуйтесь, танцуйте, радуйтесь и будьте здоровы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова